Ну что, приуныл? Понимаю. Я бы мог соврать, сказав тебе, что всё будет хорошо, но лучше я пожелаю тебе приятного просмотра. Здарова! Меня зовут Денис, и я создаю игровой контент для канала Olden Games. Телега! Вали, 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 вали! Найхер, найхер! Я жду тебя. Всё, ща мы его порвём. Ох, ты ж нихрена себе! По достижению 1000 подписчиков на моём канале будет розыгрыш Sony PlayStation 5, а также куча других ништяков. Подписывайся, весьместе веселей! Во время прохождения сурвайвл-хоррора Cry of Fear можно не только лишь кончиться от страха, но и буквально впасть в депрессию. Сюжетная линия срувки Fear пропитана концентрированной меланхолией, отчаянием и безнадёгой. И без того замкнутый парнишка Саймон во время прогулки по ночному городу попадает под колёса автомобиля, вследствие чего утрачивает способность ходить. Позитивненькое начало, не правда ли? Далее жизнь Саймона развивается по лекалам слезливых подростковых песен. Девушка ушла, оставив вместо себя зияющую дыру в сердце, которую отчаявшийся подросток поспешил заполнить антидепрессантами, запрещёнными веществами и никотиновыми палочками. Подробнее об игре можно узнать, посмотрев данное видео, ссылочка в описании. Cry of Fear — это взаправду лютый хоррор, с тягучей гнетущей атмосферой, повествующей об одиночестве, внутренних переживаниях и принятии самого себя. Играть в упадническом настроении настоятельно не рекомендую, так как в плачу страшно нередко проскальзывает тема самовыпила, смерти и прочей чернухи. В общем, не играйте, пацаны, вы матерям ещё нужны. The Dragon Cancer — это реалистичная, эмоциональная и пронзительно личная история супругов Райана и Эми Грин, посвящённая памяти их сына Джоэля. В годовалом возрасте малышу диагностировали злокачественную опухоль. Врачи пророчили ребёнку всего пару месяцев жизни, но он сумел прожить целых четыре года. Данное творение трудно назвать игрой в привычном плане. Она более походит на интерактивный альбом, в котором отражены не только последние годы жизни Джоэля, но и тяжёлая борьба родителей с безжалостной болезнью, забравшей в итоге их любимое дитя. Несмотря на весьма печальную суть, игра не пытается ввести игрока в состояние перманентной депрессии и страха перед неизбежным. Наоборот, она доказывает, что за жизнь нужно бороться до конца и ценить каждое мгновение, ведь оно может стать последним, впечатлительным и чрезмерно эмоциональным людям играть на свой страх и риск. Мир Мораутопии с каждым днём всё более походит на реальный. С той лишь разницей, что в эфемерном городе на Гархоне, что является местом действия игры, бушует куда более смертоносная пандемия. Заражённые песочной язвой или песчанкой умирают за считанные часы. Из-за сильного жара их кровь буквально запекается в жилах. Игроку, взявшему на себя роль одного из трёх героев, предстоит выжить, выяснить причину возникновения болезни, попытаться спасти местных жителей и сохранить уникальных существ, обитающих в данных краях. Мор Утопия — это симулятор безнадёги, отчаяния и меланхолии. Каждый день гибнет всё больше жителей, которым вы не в силах помочь. Тут и там бродят стонущие заражённые, еды, воды и медикаментов вечно не хватает. Как, впрочем, и времени, одного из ценнейших ресурсов игры. На городских улочках перманентно льёт дождь, а здешняя цветовая гамма не сильно-то отличается от питерской. В общем, при прохождении Мора хандра вам гарантировано. To The Moon — одна из самых эмоционально насыщенных игр, которым не доводилось проходить. В центре сюжета два доктора, практикующих необычную операцию по внедрению ложных воспоминаний. Правда, ввиду конфликтности истинной и ложной памяти, подобный трюк можно проделать лишь с умирающими людьми. Иными словами, лекари дарят пациентам, находящимся на смертном одре, шанс осуществить то, что они не успели при жизни. Гарантирую, что во время прохождения вы не раз словите грустняшку. Пустите мужскую скупую и, скорее всего, зависните в прострации, обдумывая собственную жизнь. Как бы пекари не поливали говном The Last of Us Part II, лично я считаю её одной из самых реалистичных, технологичных, захватывающих, эмоциональных и депрессивных игр уходящего поколения консолей. Спойлеров не будет. Я всё понимаю, игра говно ровно до тех пор, пока не вышла на православной платформе. А уж там-то бояре скачают с турента и в свойственной им манере переобуются. История Элли, рассказанная во второй части, это без преувеличения перманентный парад боли, ни больше, ни меньше. Девушка пройдёт все круги ада, потеряет остатки человечности, всё ради того, чтобы в итоге обрести желанный катарсис. То же касается и Эбби, которой пришлось потерять всё, чтобы вновь обрести себя. Шедевральная игра, вызывающая целый спектр различных эмоций. Помню, как во время финальных титров не смог сдержать слёзы, и ещё долго пребывал в прострации. После прохождения мне ещё месяц не хотелось прикасаться к сторонним проектам, ибо по сравнению с сиквелом The Last of Us, все остальные игры казались мне детскими забавами. В первой части видео я рассказывал о двух шедевральных играх студии Harvester Games, Downfall и The Cat Lady. Да-да, дорогие, это вторая часть ролика, первая по ссылочке в описании. Это для тех нехороших людей, которые пропускают вступление. Хулиганы. Творения данной студии мрачные, жестокие, кровавые, психоделичные, депрессивные, и затрагивают щекотливые жизненные темы, о которых в играх говорить не принято. Тут вам и психические расстройства, и смертельные заболевания, и извращённая любовь, и убийство, и месть, и самовыпил этому подобный мрачняк. Lorelai крайняя игра, завершающая мрачную трилогию, ещё больше развивает данные темы. Героиня игры юная девушка по имени Lorelai пытается наладить свою жизнь. Семья девчушки бедна и неблагополучна. Мать депрессивная безвольная алкоголичка, забывающая о существовании как старшей дочери, так и младшей. А отчим поехавший садист, тиран и извращенец. Спустя непродолжительное время горе-мамаша покончит с собой, а героиня проведёт свои последние минуты жизни в луже собственной крови, под громогласный хохот обезумевшего отчима. Но на этом история не заканчивается. Впереди ещё много жести и отборного мрачника. Lorelai это очередной поучительный депрессивный шедевр от Harvester Games, который обязан поиграть каждый. В центре сюжета Waterman of Edith Finch находится юная девушка по имени Эдит Финч, последняя представительница некогда многочисленного семейства. Эдит после долгого отсутствия возвращается в весьма сюрреалистичное родовое поместье, дабы осмотреть комнаты предков и разгадать причину семейного проклятия. Лейт мотивом игры значатся неотвратимость и принятие смерти. Но несмотря на мрачный сюжет, а также гнетущее чувство печали и одиночества, игра не ставит задачу вогнать пользователя в депрессию. Здешняя сказочная тёплая атмосфера дарит душевное тепло и взаправду успокаивает, тем самым донося до игрока основной посыл. Все мы когда-то умрём, это неизбежно, но ничего не исчезает бесследно. После нас останутся вещи, фотографии, книги, стихи, музыка, дети и, конечно же, воспоминания. Ведь мы живы, пока нас помнят. Тем не менее, особо чувствительным людям играть на свой страх и риск. Можете ненароком приуныть и заодно утонуть в собственных слёзках. Спецобс The Lion это не обычный боевичок на вечерок. Это жестокая антивоенная пропаганда. Игра без стеснения и прекрас вываливает перед игроком всё то, что не принято показывать в залихватских стрелях очках. Убийство мирных жителей, пытки, бессмысленное насилие, смерти товарищей и психические расстройства, сопровождающие военнослужащих. Никаких прекрас, никакого героизма, никакой бравады под градом пуль. Только жёсткая суровая реальность, которая оставляет горькое послевкусие. Если у вас плохое настроение и вы хотите повеселиться, задорно отстреливая болванчиков, то эта игра не для вас, обходите стороной. Иначе рискуете загрузиться на весьма продолжительное время. Я предупредил. Девушка-воин, страдающая психическими расстройствами, плывёт в Хельхейм, он же мир мёртвых. Дабы вернуть к жизни своего возлюбленного, черепушку Койла заботливо держат на поясе. Чего, бля? История Сенула из игры Hellblade Senua Sacrifice начинается за упокой и тем же заканчивается. На протяжении пути воительницу будут мучить незамолкающие голоса в голове, а также болезненные галлюцинации убиенных предков и возлюбленного. Игра обладает за правду гнетущей, мрачной и физически неуютной атмосферой. Одиночество, грусть, скорбь, печаль, страх и саспенс станут вашими верными спутниками до самых финальных титров. Для полного погружения рекомендую играть в наушниках и с выключенным светом. Ну и чего-нибудь вкусненького заточите, говорят, сладкое поднимает настроение, поверьте, вам это понадобится. I'm Alive это в какой-то степени ласт оф ас для бедных. Здешний мир пережил загадочный апокалипсис, и теперь остатки человечества из последних сил борются за выживание. Главный герой Адам Коллинс рыщет среди развалин некогда величественного города Хевингтона в поисках пропавшей жены и дочки. Практически полностью обесцвеченный мир сходу вгоняет в уныние. Повсюду голодные, больные и раненые люди молят о помощи. За каждым поворотом поджидают беспощадные бандиты, готовые убить за еду, оружие или лишний боевой патрон. А в городских канализациях таятся обезумевшие каннибалы. В общем, суровый и беспощадный постапок, не располагающий к позитивному настрою. Кстати, в игру даже хэппи-энда не завезли, что вгоняет в прострацию. Но тем не менее является признаком хорошего произведения постапокалиптической тематики. Хоррор-адвенчура Даркью как стилистически, так и атмосферно схожа с небезызвестной депрессивной игрушкой Лимбо. Главный герой, парнишка по имени Ллойд, становится заложником собственных кошмаров. Здешнее окружение, как и дизайн жутких обитателей, будто бы создано талантливой рукой Тима Бёртона. Всё такое мрачное, серое и гнетущее. Основной целью Ллойда становится контроль сновидений. Для этого ему придётся решить массу пространственных головоломок, избежать встречи с гротескными монстрами и в итоге найти выход из эфемерной темницы разума. Игра обладает интересной стилистикой, жуткой меланхоличной атмосферой, богатым символизмом и отличным саунд-дизайном, дополняющим и без того безрадостную атмосферу. А на этом, пожалуй, я и закончу сегодняшнее видео. Есть чем дополнить? Тогда милости прошу в комментарии. Понравилось видео или просто хочется поддержать канал? Тогда не сочти за труд выполнить простенькую ютубовскую рутину. Жми лайк, делай репост, дергай похотливый колокольчик, рубай все уведомления на своём ведрофоне, ляпай единственные чистые комментарии, подписываться на канал не забывай. В общем, будь активным. На этом всё. Всем удачи и... Пока.